Любят очень взрослые и дети. Все едят от мала до велика. Самую сладчайшую на свете прямо с грядки спелую клубнику. На самом деле эта ягода земляника садовая. Именно она является товарным знаком ЗАО «Совхоз имени Ленина». И со сбора её урожая начинается горячая пора для работников предприятия. Ежегодно на помощь приходят добровольцы, получая плату ягодой. Правда, в этом году их значительно больше необходимого. Ежедневно на совхозных полях работают около двух тысяч человек. Ещё полторы тысячи желающих остаются за бортом. Ольге удалось попасть на сбор урожая только со второго раза. Ящик ягоды собирает минут за 20. Таким образом, к концу дня зарабатывает два ящика. На поле Ольга приехала с девятилетней дочерью. Пусть трудится, привыкает, помогает, чтобы ответственность какая-то была. Чтобы видела, как что растёт в обширных масштабах. Дома на грядке – это одно поле, другое всё-таки. Катя хоть и старается, но от мамы отстаёт. Три ящика против шести маминых. Но работает на совесть. Я стараюсь сорвать только красную, чтобы не было зелёных или зелёных хвостиков. Сбор земляники не может помешать ни палящее солнце, ни летний дождик. Опытные сборщики, отправляясь в поля, готовы к любым условиям. А иногда приходит на помощь смекалка. Дождь пошёл, из-за этого мы решили, чтобы не мочить. Мы не взяли с собой кофты. И делаем броню от дождя. И делаем от дождя. Ну, русская смекалка. Вот и мы, отправляясь на съёмку, дождя не ожидали. Но отказываться от участия в сборе урожая не стали. Нас ничем не испугать. На этой грядке выращивают один из ранних сортов. Называется он астра. Он больше подходит для транспортировки, так как очень плотный. Ягода сладкая, сочная и долго хранится. Очень-очень красная. Вкусно. Работая на поле, трудно удержаться, особенно детям, от дегустации. Благо земляника экологически чистая. У нас ничем не обрабатывается. Только подкормка идёт ягода. Продукт очень чистый и вкусный. Вот так. Очень хорошо. Сладкая ягода. На этом поле растёт пять сортов земляники. Всего уже в активе совхоза их порядка десяти. Нельзя никогда выращивать один сорт. Каждый сорт по-разному иногда переносит зимы. Один чуть может подмёрзнуть. За счёт второго сорта мы получаем урожай. Либо наоборот может быть. Какие-нибудь приятные условия для какого-то сорта сложились. За счёт остальных сортов мы всё равно получаем нашу урожайность. Поэтому вот так порядка десяти сортов удержаны. Созревание ягод даже одного сорта происходит неравномерно. Поэтому одну гряду сборщики проходят три-четыре раза с перерывом в несколько дней. Первые ягоды самые крупные, зато последние самые сладкие. Свои свойства земляника сохраняет и попадая к покупателям, так как не залёживаясь, сразу с поля отправляется на прилавок. В этом году сбор урожая начался на неделю позже традиционного, вследствие погодных условий. Да и земляника несколько мельче, так как ночи до сих пор были холодные, а дни жаркими, что не позволяет ягоде набрать массу. Мы планируем собрать тысячу-тысячу двести тонн земляники, независимо от того, как плохо или хорошо. Ну и исходя из того, что продавать её сложно, ситуация на рынке неопределённая, потому что все говорят, что надо поддерживать отечественного производителя, а на деле это всё только усложняется. Мы пока не будем увеличивать площади. Плантации останутся в том же объёме. Это 100 гектар земляники плодоносящие, 30 молодых. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.